Уже в конце этого года в России могут начать выдавать цифровые паспорта. Насколько это безопасно? Об этом мы сегодня поговорим с научным сотрудником Института кибербезопасности и защиты информации Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Владимиром Разовым. Владимир Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Андреевич, как вы считаете, настало ли время для выдачи цифровых документов в нашей стране? В некотором роде, на самом деле, у нас уже выдаются эти цифровые документы. То есть те люди, которые имеют свой аккаунт на госуслугах, по сути, они в некотором роде с большой натяжкой, но они уже имеют эти электронные цифровые документы. Хорошо, но насколько это безопасно? Вот главный вопрос. Потому что есть случаи, когда на людей оформляют микрозаймы через те же госуслуги. Да, это на самом деле хороший вопрос, потому что с точки зрения безопасности госуслуги за больше, наверное, чем 10 лет своего существования, в принципе, хорошо себя показали. Не было такого, чтобы массово утекали данные и так далее. Но при этом, при всем, та же система двухфакторной аутентификации, чтобы вам приходила смс при входе в аккаунт, она по умолчанию не настроена. И госуслуги при входе не рекомендуют даже этого сделать. То есть, безусловно, двухфакторная аутентификация – это когда я захожу на этот сайт, и мне автоматически в любом случае должно прийти смс, который я должна ввести. Нет, не в любом случае. Это скорее история про то, когда вы входите с нового устройства. Если мы возьмем какой-нибудь ВКонтакте или какие-то другие социальные сети, если вы входите с другого неизвестного устройства, вам на почту прилетают уведомления. Вы вошли, это точно вы. На госуслугах, опять же, этого нет. Сейчас на госуслугах это нужно настраивать дополнительно. А вы говорите о том, что вот эта функция должна быть настроена по умолчанию? Да, да, именно так. Хорошо. Если говорить о цифровых паспортах, они уже в Европе введены в некоторых странах, да? Но бывают и нехорошие случаи с этими документами. В 2017 году в Эстонии было украдено около 760 тысяч данных вот этих электронных паспортов. Тут же опять же, да, вопрос о том, откуда они были украдены. По сути, так как это система государственная, да, а не частная, то тут и ответственность, по сути, у нас лежит на государстве и на регуляторах. То есть вы за то, чтобы все, что разрабатывается для ввода цифровых паспортов в России, было абсолютно государственным? В большей степени, но не совсем. Я за то, чтобы разработка была государственной, но при этом там обязательно должны быть частные лица. То есть люди, которые проверяют безопасность, они должны быть как из частного сектора, так и из государственного сектора. Вы имеете в виду вот этих легальных, как я их называю, хакеров, те люди, которые будут тестировать по заказу в систему? Да, 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 это этичные хакеры, пентестеры, да, как их называют. Это вполне легальная история, и этим надо заниматься, это надо продвигать. Банки их используют? Да, банки, на самом деле, очень много кто их использует. Если мы говорим о каких-то там системах, там, Озон, ВКонтакте, есть очень популярная площадка, называется Хакер-Ван. Это, по сути, площадка, на которой ты можешь рассказать об уязвимости, которую нашел в продукте. И за это получить деньги от того же Озона, ВКонтакте и так далее, вполне легально. А вот ведь наверняка существует гипотетическая возможность подделать электронный паспорт. Есть информация из открытых источников о том, что в Европе такой паспорт электронный стоит около 5000 евро? Тут, на самом деле, вопрос больше к конкретной реализации нашего паспорта. Потому что подделать можно всегда и все. Было бы желание, была бы возможность. Вопрос к тем службам, которые разрабатывать будут этот электронный паспорт. Скажите, а вот вы лично за ввод цифровых паспортов или пока не определились? Я, скажем так, лично для себя я за. Лично мою жизнь это упростит, мне будет удобнее. Лично для всей страны я бы сказал, что надо вводить, но нельзя делать это пока что в обязаловку. Потому что сейчас у нас есть деревни, где нет интернета, где люди не представляют, что такое госуслуги, что такое вообще информационная безопасность. Тут важный момент, что надо повысить сначала грамотность наших граждан именно с точки зрения безопасности. То есть какие-то курсы вводить для, например, пожилых людей? У нас же есть молодежные центры, и там есть какие-то курсы и для пожилых людей. Вот в эти курсы по интересам периодически добавлять вот эту составляющую информационного мира, чтобы у нас пожилые люди не жили только в мире кнопочного телефона.